И иногда случается от противного, кто-то видит, как уже хорошо партнеру, и он, а потом уже когда пошел сюда, вспомнил, я, конечно, надо простять. И что, он у нее каит? Каит. Нужно, кстати, прожить еще один раз подъем. Совершенно верно. Самый правильный прием. Заметить, где этот подъем. Лучше, конечно, если вы это сделаете с первого раза. Это как бы высший пилотаж. Но сейчас, когда вы учитесь, пробуйте по-разному. Причем пробуйте, правда пробуйте. Это что, как вы считаете? Вот раз поставил, и на всю жизнь, да? Нет. Ну, конечно, нет. Это может работать какое-то время, а потом что может происходить? А потом можно просто взять какой-то обратный ягод. То же самое, но он негатив. А если не... Всегда да. Как и логично. Не, ну я имею в виду, как бы вы сказали, как это может не работать. Я для всякого положения. Когда это может перестать? Что, другое может быть? Другое перепил ягод. Ну, поставил. Да. Например, да. Во-первых, так. Во-вторых, это же рефлекс. А рефлекс, если он не подновляется, то затухает. Вот такое явление происходит. С оптома. Вот, да. И если Роман через неделю или через полторы встретит Ирину и опять сделает вот это свое движение. То мы не знаем, что... Мы не знаем, как она отреагирует. Как она отреагирует. Возможно, реакция будет менее яркой. Да, вот даже сейчас, если сравнить, вот как было тогда во время демонстрации, когда она здесь сидела, и вот сейчас реакция. Смотрите, да? Тоже поспокойнее. Она поспокойнее, она все та же позитивная, она все та же со знаком плюс ресурсная, но она менее взрывная, она менее эмоционально-инпульсивная. Вопрос такой. Если, допустим, мы ставим якорь после пика, да, там, ну, промокали, промокали, промокали момент, вот этим вот движением. А на следующем пике мы, допустим, хотим поставить вновь, то мы вот этим вот движением можем поставить или другим надо ставить? Програли меня на вопрос, молодец. Хотелось бы спросить, как вы точку передвинули? Ну, то есть вы же поставили уже один якорь, как вы потом... Другой якорь. А что потом делал Роман? Повторил ситуацию. Да. А вспомни еще что-нибудь веселенькое. Я вам открою секретку. Хотите открою? Да. Я не парился. Я по этому поводу не парился. Я просто смотрел, что работает. Я хочу, чтобы вы вот эту схему воспринимали и знали, но понимали, что понять, как лучше все можно только в опыте. Вот я иногда наблюдаю... Якорята бывают разные. Это был какой якорь? Визуальный. Визуальный. Интонация. Аудиальный. И аудиальный. Какие еще могут быть якоря? Кинестетические. Иногда мне очень нравится ситуация такая. Кто-то собирается ставить якорь, например, кинестетические, и делает вот так. Вот задает вопрос, и кто-то пытается что-то о чем-то думать, а он напряженный такой, целится, 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 целится. Он занят чем? Не калибрует, во-первых, вообще. Что там происходит? Какой там пик? Тут главное попасть. Туда куда надо. А что в этот момент происходит, скажите еще, кроме того, что кинестетический якорь устанавливается? Человек пугает, например, дергает. Я же я горю еще визуально, да? Очень долго я горю визуально, а вот это состояние, и оно начинает как-то накатывается. И может быть так, что человек вот эту точку поймал, например, собираясь поставить кинестетический якорь, смещаясь, да? Ну, допустим, я киней наклоняюсь, вот так, собираюсь поймать эту точку. И я поймал ее, сделав вот такое движение. То есть этот якорь будет на движение. Даже не на мою приближение, не на мою близость с ней. О, пардон. А именно на приближение, то есть на движение. А потом, когда она уже будет где-нибудь вот здесь, я вздумаю поставить кинестетический якорь. И тогда что будет работать? Сильнее? Ну, а вообще движение. Может работать и то, и другое, но визуальный якорь будет вот такой, а кинестетический будет такой. А есть разница по силе воздействия, кинестетический или визуальный якорь? Какой же вопрос? Классный вопрос. Это у нас все зависит от того, кто из нас больше разве. Хорошая ответственность. Хорошая ответственность. Совершенно верно, да? Да, все зависит от того, кто перед вами. Визуал, аудиалкин эстетик. Но, скажем честно, пока я дал только половину ответа. Вторую половину мы чуть-чуть позже раскроем. А Ирина, визуал больше была? Ирина. Ты до сих пор не выяснил. Не, ну, я считаю, что визуал. Так вы поняли, что Ирина визуал. Чаще всего обращалась к вам. Потому что я ее не касался, да? А как что-то визуал. Подойди на перерыве к роме. Преставра говорит, хорошо. Но чаще всего к образом обращалась. Смотрел. А вам не казалось... Движение они говорили до чего, да? Даже когда показывали. Да, совершенно верно. Или я говорю что-то, но не маркировал интонационно. А я хочу, чтобы вы понимали, не обязательно визуал будет реагировать сильнее всего на визуальные якоря. Ну, вынуждают. Отвечать. Может, не надо сказать. Но, на самом деле, если вы визуалу поставили кинестетический якорь, и он его еще и не отсъедил, проморгал, то его реакция может быть гораздо сильнее. Почему? Он мне так почему-то реагирует. Вы поставили ему тот якорь, который вне зоны его сознательного внимания. Якоря работает и в том и в другом случае. Но вот такая фишка очень интересна. Если вы поставите кинестетику визуальный якорь, посмотрите, как это работает. В общем, не надо нам верить. Проверите на практике. Так, а по поводу того вопроса, который я поставил, это просто пробовать по поводу одного и того же движения? Да, совершенно верно. Нужно просто пробовать. Я не старался делать нового движения какого-то. Я донесу к тому же. Дополним его еще и интонационно. Якорь еще имеет такую особенность, что когда вы его поставили, для того, чтобы оживить потом это состояние, нужно воспроизвести его в точности. Если это интонация, то сказать точно такой интонацией. Если это движение, то сделать точно такое движение. Или если это прикосновение, то и брались, например, якорей вот так, то потом вот так, это уже не работает. Это уже не якорь. И получается, чужой, ну как бы вот туда поставил якорь, я не заметил, какой якорь поставил. Когда он пытается это сделать, то у него не работает. Если он не воспроизводит в точности, то это, скорее всего, не сработает. Классно. Тогда он может на человека просто не распространяться, на друга.